Продолжение следует... Мы проводим парады в городах Николаева, участвуем, катаем мы деток в школах-интернатах, деток ДЦП, то есть в социальных защитах, которые есть. То есть 1 числа мы будем участвовать в программе в школе-интернате на Бутоме, насколько я помню, да? Да, 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 на Бутомаксе. У меня, значит, правильно есть информация. Там мы проводим, будем катать деток на верхом, на лошадках, в каретах, то есть это всё безвозмездно. Мы не первый год их там катаем, занимаемся. То есть это ежегодная акция, которая вот именно для детей с интерната на Бутоме. Если говорить об этом интернате, когда вообще началась эта акция и чья была инициатива? Инициатива была, мы познакомились с директором этого интерната Евгением Александровичем, вот, ну и начали так потихонечку сотрудничать, то есть сначала мы просто катали деток, вот, ну а потом стали всё чаще-чаще общаться, то есть к нам приезжают тоже детские к нам на базу, мы их прокатываем там или на Советской, если они подходят, тоже мы их катаем. И вот, также мы вот каждый год ездим, катаем деток туда в интернат, всех катаем деток, которые есть, вот, то есть детки общаются с лошадками. Если говорить о базе, потому что вместе с тем, что проводите активную социальную работу по городу и с детьми, есть проблемы и у самой организации на сегодняшний день, и эта проблема уже длится не один год, это проблема с помещением. Потому что когда-то, я помню, у вас была база возле реки, участника, но, к сожалению, сейчас её уже нет. Как решается эта проблема, потому что она действительно есть, помню, даже было время, когда стоял вопрос, будет ли существовать хост-сентр в Николаеве или нет. Да, у нас действительно есть такая сейчас проблема с помещением, но мы подали запрос, обращение письмо нашему мэру Александру Фёдоровичу, чтобы он помог нам выделить помещение в Парке Победы. Там есть здание, там мы уже были раньше, у нас там была база, вот, но потом, когда началась постройка нового стадиона, то нас попросили съехать. То есть, вот, сейчас мы хотим туда вернуться, там, как бы, оно не жилое, никто им не пользуется, вот. И сейчас этот вопрос, как бы, в процессе решения, то есть, мы ждём ответа, что нам скажут. Вот, потому что на данный момент сейчас, можно сказать, лошадки находятся под открытым небом. То есть, у сотрудники тоже очень тяжело сейчас, на данный момент. А если говорить о Хорсенде, на сегодняшний день запрос был дан, но когда будет ответ, есть ли какой-то диалог с властью по поводу этого, потому что это общественная организация, то есть, некоммерческая, и, по сути, это организация, которая в городе помогает многим. Да, то есть, конкретного ответа никто пока не даёт. Мы бегали по многим инстанциям, по многим, скажем так, районам, которые нас посылали, но никто ничего конкретно не даёт. То есть, все перенаправляют друг к другу. Ну, будем надеяться, что, возможно, этот эфир даст ещё какой-то шаг к тому, чтобы об этой проблеме услышали, и услышали не только с эфира, но и в соцсетях. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность помочь Хорсенду, без проблем присоединяйтесь, тем более, что они активно первого часа, вот, опять-таки, будут помогать детям. И, я так понимаю, что на Советской снова-таки можно будет всем абсолютно присоединиться к вам и узнать, как же оно проехается вверху на лошади. Вам спасибо за то, что проводите такую социальную работу. Ещё раз нагадую, что сегодня у нас в гостях была Олена Хабарова, член Громадской организации Хорсенду. 1 червня уже не за горами, друзья. Не забывайте, что ваших детей варто сегодня оздоровить и провести улицами города. Головными так точно. Там будут шоу-програми и разважальные программы. Про это расскажем ещё дальше. Дякуем вам. Редактор субтитров А.Семкин